всем привет сегодня мы с вами будем учиться рисовать вот таких замечательных котов я надеюсь у всех получится но для того чтобы хорошо научиться рисовать животных нужно знать их пропорции и знать анатомию то есть пройти через академический рисунок знать что такое пропорции анатомия перспектива вот и потом уже вам будет так намного проще рисовать но сегодня я вам покажу как легко и просто без основ нарисовать такого кота наши котики сидят на жердочке я буду рисовать маркером потому что ну карандаш плохо видно и вот этого котика будем рисовать наш котик сидит к нам спиной первое на что мы должны обратить внимание на его положение его пропорции что такое пропорции это соотношение величины головы высоты головы по отношению к туловищу к хвосту и другим частям тела у художника у начинающего художника линейка это его карандаш мы карандашом все время меряем линейную перспективу пропорции смотрите вот высота головы то и меряем 1 2 и еще немножечко вмещается то есть если вот у нас голова еще раз хотела маркером голова и 1 2 и еще немножечко видите вот размер головы в туловище 1 2 и еще немножечко вот размер все пропорции мы выдержали теперь начинаем рисовать голова окружность сначала делаем разметку а потом будем более детально прорисовывать немножечко отступаем на шею у него еще лапки да и еще одну окружность рисуем чуть чуть больше чем голова и дальше спинка еще больше окружность то есть место как на котором сидит котик бедра его вот еще как снеговичок у нас получилось а теперь когда мы выдержали пропорцию задали положение начинаем прорисовывать нашего кота голова у него щечки выступают одно ушко второе ушко потом щечки слегка выступает вот так и вот так потом шея вогнутая линия и ключицы где лапки крепятся у него и с этой стороны также вот опять вогнутая линия это талия скажем так у кота и потом задняя лапка вот так одна раз а с этой стороны более как полу оборота он сидит вот так и теперь хвостик самое простое это хвостик крючочек все вот наш котик готов усики теперь мы котика можем полностью закрасить можем цветным сделать а можем сделать вот такой орнамент называется по-современному зинтанг дудлинг орнамент узор как вам нравится то есть мы элементарно можем разбить его вот на такие скажем части и уже здесь фантазировать абсолютно любой орнамент допустим здесь можем сделать вот элементарно линии можем эти линии почередовать черное-белое 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 то есть фантазируйте включаете свою фантазию воображение все что вам хочется здесь я вот хочу горошинки нарисовать я рисую горошек вот так здесь я нарисую как чешуйки как рыбьи чешуйки и так далее я быстро это делаю а вы старайтесь чтобы у вас аккуратно было мне неудобно это делать стоя присесть тоже как бы чешуйки нарисовали можем эти чешуйки кое-где вот так сделать потемнее заполнить заполнить большие маленькие большие маленькие вот так 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 в другом ракурсе, в другом положении тела этот похож, а этот немножко развернут сейчас я вам покажу как нарисовать этого котика голова туловище грудь котика и вот он сидит разметили теперь начинаем прорисовывать голова шея здесь мы видим одну щечку он сидит в пол оборота этот котик лоб щечка и шея ушки у него немножко повернуты вот так одно ушко и второе ушко усики здесь более вогнута потому что мы его видим в пол оборота включится здесь вот так и вот здесь у него задние лапки и хвостик все котик готов точно также рисуете орнамент на этом котике и рисуйте рядом такого же можете три можете одного можете 5 нарисовать если у вас большой лист бумаги я рисую на обыкновенном офисная бумага маркер это нарисовано гелевой ручкой черт черная гелевая либо черная ручка пастовая вот такой получится у вас тонкий красивый рисунок но сначала рисуйте карандашиком потом наводите гелевой ручкой контуры а потом карин карандашик удаляете ластиком рисуйте я надеюсь у всех получится это просто видите всего лист бумаги карандаш резинка и гелевая ручка это все что вам понадобится пока пока